Богосодействие И это в этих двух занятиях И помещается в весь законы пророки Евангелие это и возвещает Две главные вещи Любовь к Богу и любовь к ближнему Усопшие Из числа ближних не исключаются Усопших нельзя одевать Если бы они были наги Нельзя кормить, если бы они были голодны О чем говорится в словах о страшном суде Усопшим нельзя принести лекарства Усопших нельзя погладить по голове Вытереть слезы С ними нельзя почитать вместе книгу С ними нельзя ничего сделать Кроме только молиться о них И молитва за усопших является и вытиранием слез И кормлением, и одеванием И принесением им лекарств Молитва за усопших основывается У христиан на двух Таких незыблемых основаниях Несомненной уверенности в продолжении жизни За гробом Что жизнь за гробом продолжается, никуда не заканчивается Это первое и второе Это то, что Христос воскрес и воскресит всех Начаток первенец измертвых Христос, и он поднимет всех нас О чем говорит Евангелие многократно И громогласно То есть мы ожидаем во Христе Воскресения мертвых Та первая часть молитвы и веры нашей Которая имеется ввиду, что жизнь за гробом продолжается В ней нет ничего специфически христианского и уникального В это верят все люди Все люди и всегда по всему лицу земли Кроме последних времен и крайнего развращения Очерствения сердец и запутанности мыслей Все люди всегда веровали, что за этой жизнью есть иная жизнь Они по-разному эту жизнь оценивали По-разному думали о ней По-разному представляли ее Но никогда не было ни одной цивилизации Отрицавшей или сомневавшейся В наличии жизни за гробом Нужно до конца одичать Для того, чтобы отрицать продолжение жизни После смерти физического тела До конца одичать Поэтому сегодняшнего цивилизованного дикаря Которому сердце Ничего не говорит о вечности У которого нет элементарных знаний религиозных И который абсолютно безразличен К вопросам духа Его сегодня посрамит Любой в тряпке замотанный индус И любой голый, только с набедренной повязкой Африканец Любой бедно живущий человек На севере и на юге От свирепого викинга До нищего бушмена Посрамит сегодняшнего Цивилизованного дикаря Поскольку только здесь Только вот в нашей этой Европейской или постхристианской Западной этой цивилизации Которой мы тоже Половиной Бока принадлежим Только здесь Огромное количество атеистов Огромное количество атеистов Не помогают им ни диплома о высшем образовании Ни прочитанные книжки Ни опыт столетий, тысячелетий Ни то, что они сами со смертью сталкиваются Многим никак не помогает Настолько очерствели сердца человеческие Что они, как Исаия пишет И глазами смотрят и не видят И ушами слушают и не слышат Окаменело бы сердце людей сих И ничего ты с ними не сделаешь Пока Господь не растопит камень В мягкий воск не притворит Камень сердца, пока он не сделает Мягким воском Но не все такие Слава тебе, Господи И все-таки вера Живет, никуда не исчезает Но по временам ярче вспыхивает И увеличивается И мы с вами сегодня Многолюдно собрались на молитву А если мы представим себе Огромное число храмов и монастырей В столичном граде, здесь, в Москве А также по всему лицу земному Россия и все остальные страны Православные, где храмы есть То можете себе умножить наше количество На тысячи, тысячи, тысячи Это будут люди, которые приходят Именно, чтобы угодить Богу И помочь ближнему Прославить Бога молитвой И помочь усопшим Поэтому в том, что жизнь за гробом продолжается Повторяю, нет ничего специфически христианского В это верят все, всюду и везде Если, впрочем, нужно подтвердить Свои слова из Евангелия Потому что мы должны строить свою жизнь На Священном Писании То есть у нас и в Священном Писании Неоднократные упоминания О продолжении жизни за гробом Например, притча о богаче и Лазаре Ярчайшее подтверждение Красивейший и трогательный рассказ Который одновременно утешает И устрашает слушателя Это рассказ о загробной участи двух людей Которые по-разному жили на земле И в разную вечность вступили В Откровении Иоанна Богослова Говорится в одной из глав О том, что под жертвенником Божиим Были души убиенных За свидетельство Иисуса Эти души убиенных находились В неком священном месте Вот именно под жертвенником И они обращались к Богу С особой молитвой Они говорили «Доколи, владыка, святой и истинный Не мстишь за кровь, пролитую За имя Твое на земле» Такую молитву приносили Мы обычно, так сказать, ассоциируем Молитву святых за нас С просьбой для нас милости То есть они должны, по идее, молиться Чтобы Бог миловал, жалел, помогал, спасал И так далее Но вот и такая молитва есть у святых Убитые за имя Христова Под жертвенником Божиим Одним голосом вопиют «Доколи, владыка, не мстишь За кровь пролитую на земле За имя Твое» Это значит, говорит нам о том, что Не только души живы за гробом Но души еще и молятся И так по-разному молятся Одни просят милости А другие просят казни для некоторых То есть и такое есть в священном писании И это тоже нас и утешает, и страшит Священное писание вообще не только утешает Но и страшит И не только страшит, но и утешает И это двоякое действие священного писания Прослеживается на всех страницах постоянно Оно одного пугает, другого веселит Потом того, кого развеселило, сдерживает и опять пугает А того, кого напугало, утешает и ободряет Таково божественное действие священных писаний А вот второе, это есть только вот уже У просвещенных крещением и евангельской верой Мы веруем в воскресение мертвых Мы служили Божию литургию И мы пели с вами символ веры Где говорится Чаю воскресения мертвых И жизни будущего века Аминь Чаю, то есть ожидаю Вот здесь уже другое Мы не просто верим, что там жизнь продолжается Что само по себе хорошо, но этого мало Мы верим, что воскреснут мертвые И восстанут и живограбех И все земнородные возрадуются Это пророческие слова Исаии Он говорил, что оживут спящие в земле Восстанут мертвые Роса бы я же от тебе Исцеление им есть То есть благословение твое Как роса на сухую землю И мертвые кости в земле оживут Об этом говорил Исаия Об этом говорил Иезекииль Об этом говорил Давид То есть по крайней мере три пророка Можно привести Вполне определенные цитаты Из пророчеств О будущем воскресении мертвых Ну а уже Новый Завет Возвещает нам Несомненное воскресение мертвецов всех Все сущие во гробях Услышат глаз Сына Божия Воскреснут не только праведники У евреев была убежденность такая Что воскреснут праведники А грешники останутся в пыли Навеки Как не бывшие Как будто не было их А Евангелие опять-таки говорит Все сущие во гробях Услышат голос Сына Божия И услышавшие оживут Утешение несомненное Но как мы уже сказали Тут же и страх Потому что воскреснут праведники Для жизни вечной А грешники для осуждения вечного Вот тебе только что обрадовали Все воскреснут И тут же испугали Воскреснут и воскреснут Но одним скажет Господь Придите благословенные А другим скажет Отойдите проклятые Вот тебе и страх Тут же Таково двоякое Божественное действие Священных текстов Священных слов Господних И так мы ждем воскресения мертвых И должны с вами Со всей смелостью И со всей честностью сказать Что если вечной жизни нет То временная жизнь не имеет смысла Покупать, садить, строить Учиться, защищаться Зарабатывать, тратить Отдыхать, веселиться Есть, насыщаться Спать, просыпаться Влюбляться, разлюбляться Нет никакого смысла Если нас не ожидает вечность Временная жизнь Оправдывается только наличием вечности Если этого нет Тогда как говорил Один из наших великих поэтов Михаил Юрьевич его зовут Он говорил, что Жизнь, как посмотришь С холодным вниманием вокруг Такая пустая и глупая шутка Это издевательская шутка над человеком Если бы вечности не было То временная жизнь была бы Издевательской шуткой над человеком Страдал, бегал, мучился Значит такое все, все, все Потом брюк нету И не будет никогда И незачем было Страдать и мучиться Это было бы великое издевательство Но нет К счастью, вечность есть К ужасу нашему Она двоякая Есть огненная вечность Есть блаженная вечность К ужасу нашему Вечность не одинакова Но к счастью нашему Она есть Вот вам опять И страх, и радость И радость, и страх Смешанные так, что их И не разделишь И не смешаешь До неразличимости У Николая Сербского Святителя Божьего Ахридского Ижического митрополита Есть такой Такое У него очень много чудесных книг Поэтому все, что он написал Там цитировать можно Всю жизнь до старости Но там есть Вот я помню По нашей теме сегодня Такой небольшой фрагмент Он же Он жил в Сербии Сербия в составе Югославии Болела теми же Атеистическими болезнями Которыми болело и наше Любезное и страдающее отечество Ну и Коммунисты были окрылены Пафосом строительства Светлого, справедливого И счастливого будущего И при этом У них было абсолютное бесчувствие К мертвым Они Все, на что хватает Коммуниста В отношении к мертвым Так сказать Некого идеального коммуниста Или там скажем Теоретического Усредненного Это принести венки Сказать речи И поднять чарку И забыть про него Потому что Те, кто не верят в вечную жизнь И имеют молитвы Вот эта вечная память Превращается в насмешку Они окрылялись Надеждой построить Светлое, бесклассовое Счастливое, справедливое будущее Но очень не любили говорить о смерти Потому что смерть Разбивает в пух и прах Все эти разговоры Потому что А смысл-то в этом Будущем Если все потом Закончится могильным камнем И вот на одном Таком, значит Митинге Какой-то Партийный деятель Окрылял его Одушевлял слушателей И говорил им Что у нас впереди Великая жизнь У нас светлое будущее Это такое красивое выражение Постоянно Превратилось в такое Избитое Такое Все говорили про светлое будущее У нас светлое будущее Впереди говорили они И мы сделаем так И так Победим неграмотность Истребим болезни Построим новые заводы Полетим в космос Там и так далее У нас все впереди хорошо И тут какая-то Значит Женщина преклонных лет Вот одна из таких Матерей И бабушек Которых здесь Немало Среди нас сегодня Молящихся Говорит ему Скажи мне умный человек У меня сын погиб на войне И он у меня один Мне ваше светлое будущее Сына моего вернет Он говорит Нет мать Мы можем многое Но мы этого не можем Мы можем там Победить безработицу Мы можем там Книжки издавать Всякие журналы и газеты Мы можем стадионы строить И бассейны для молодежи Но мы не можем Мертвых возвращать на землю Она говорит Зачем мне твое Светлое будущее Если ты не вернешь Мне моего сына Ну и правда Действительно А зачем тебе Светлое будущее Если ты навеки теряешь Любимых людей Что тебе бассейны утешат Или полеты в космос Кого нас Из нас сейчас веселит Что люди влетают в космос Как будто это самое Как не знаю Как будто на метро ездят Ну да полетели Когда Юрий Полетел Гагарин впервые Все обрадовались Думали все Что можно значит Небо схватить Так сказать К земле притянуть А теперь уже летают каждый день Как бы никого это не радует Кому от этого хорошо Из нас Кому от этого весело Никому Вот тут Вместилище скорбей и радости Идут в груди у человека И радуется сердце человеческое О любви О верности О молитве О дружбе О взаимопомощи О жертвенности И печалится сердце человеческое От предательства От измены От лжи От насилия Вот здесь Источник все И совершенно никакая техника Никакая наука Никакая цивилизация Которая Которая облегчает нам жизнь И одновременно усложняет ее Она Не даст нам настоящего счастья И вот здесь Благо нам Что у нас есть Евангелие святое Которое говорит нам Что вернется сын твой Дорогая мать И обнимешь ты его Молись только Чтобы когда он воскреснет Чтобы вы не пошли В разные стороны Чтобы не было так Что ты пойдешь в рай А он пойдет В противоположную сторону Вот о чем теперь нужно молиться Что вы пошли вместе В одну сторону И сторона была бы Это светлой Вот об этом У него тоже есть Я может быть говорил И не раз И может быть и в этом храме Но всего не упомнишь Когда тоже другая женщина Говорит Пишет письмо Владыке Николаю Говорит У меня тоже Говорит Сын погиб на войне Значит Я даже не знаю Где его могила У меня печаль моя Умножена тем Что я даже не знаю Где он похоронен Ни цветы посадить Ни крест поставить Ни поплакать возле него Даже этого мне Значит Лишил меня Господь Как мне утешиться А он говорит Выйди за порог Своего дома И прикоснись К земле за порогом И ты прикоснешься К краю могилы Своего сына Что весь мир Это большая могила Но у тебя Наверное Возле дома Есть какое-нибудь Кладбище Где лежат тоже Неизвестно Чьи сыновья И к ним Никто не ходит Потому что Они погибли Где-то там Где ты живешь А родились Где-то в другом месте А ты походи По чужим могилам Поубирай их Украсть их Помолись там И можешь точно Не сомневаясь Знать Что точно так же Поступят с могилой Твоего сына В неизвестном для тебя месте Другие Неизвестные тебе люди Это мы возвращаемся К тому Что я вам вчера говорил Что нужно ходить На кладбище обязательно С разными целями Во-первых Это пантеоны На которых лежат По сути Самые лучшие люди Нашего отечества Часто И самые худшие тоже Вот допустим Некропольного девичьего Кладбища Некрополь Донского монастыря Некрополь Данилова монастыря Сколько там всего Там вся наша история От Рюрика До сегодняшнего дня Лежит Ученые Писатели Цари Князья Военные Епископы Злодеи Преступники Кто хочешь Там лежит Все там лежит Походи Поброди Поплачь Помолись Ужаснись Уйдешь с другими мыслями Оттуда Ну и нужно конечно Ходить к своим Если свои рядышком А если свои далеко Ходи к чужим Приходи на чужие могилы И там с чужой могилы Смахни какой-то мусор Значит там Смети там Поставь свечку На чужой могиле Там посиди значит Где-нибудь там Подумай о чем-то Действительно Человек приходя на кладбище Уходит с него Совершенно другими мыслями И самое главное Что Как говорит Иннокентий Херсонский Что сегодня Маленький ребенок Знающий наизусть Символ веры Без страха Идет туда Куда боялся Зайти греческий философ То есть на кладбище Маленький То есть юный Любой юноша Любая девушка Имеющая христовую веру Заходит на кладбище И может сказать Чаю воскресения Мертвых и жизни Будущего века Этого не мог сказать Ни Платон Ни Аристотель Этого не могли сказать Самые великие люди Древности Они не знали Что там Не знали Они знали Что там тайна А что там до конца Непонятно Когда Сократ осудили И присудили Его выпить яд То он правда Повел себя Человеческенно мужественно И сказал О смерти мы знаем Уже афинские две вещи Одну из двух Либо там ничего нет Говорил он Тогда смерти бояться Не нужно Ибо она похожа На сон Без сновидений Чего тогда ее бояться Но вторая вещь Говорит нам Что там продолжается жизнь И тогда ее тем более Не стоит бояться Потому что Для добродетельного человека Будущая жизнь Будет лучше чем эта Лишь бы ты только Не был грешен А так ты уйдешь туда И там найдешь для себя Новую радость О которой даже не помышлял Так сказал мудрый язычник Он говорит Я не знаю как там Либо так Либо так В любом случае Бояться ее не стоит А сегодня Любой из нас Вот такое дитё Там или чуть постарше Там или Или старичок Или там мужчина Или женщина Или девушка Может зайти на кладбище И сказать Чаю Воскресение мертвых И жизни будущего века Аминь И с этой верой Походить между могилок И вернуться К своим повседневным делам Чуть-чуть мудрее Чуть-чуть спокойнее Вы знаете Как кощунственно звучит Например Современная музыка Из радиолы Там где-нибудь После посещения кладбища Какими странными Выглядят небоскребы После посещения кладбища Какой странный Выглядит макияж На женских лицах После посещения кладбища Оно все меняет Но сразу меняет Отношение к жизни Как Тихон Задонский Говорил Там где сегодня Кремы мажешь Там червяк гулять будет Ох Сразу Ничего себе Как сказал Сегодня мы украшаемся Значит Мажемся Душимся Пудримся Говорят Посмотри Посмотри туда Чего никто не избежит Тоже такая Отрезвляющая Серьезная вещь В общем Дорогие друзья Закончу Может быть Еще одним Примером Историческим Тоже доподлинный пример В Киево-Печерской лавре На Пасху Я только боюсь Ошибиться с датами По-моему Это был 15 век Один из радиаконов Ходил по пещерам С кадилом В предпасхальную службу И кадя Окаживая Фимиамом Гробы святых Которые там лежали Уже с 11 века Говорил каждому из них Пасхальное приветствие Христос воскресе Братья Христос воскресе Братья Ходил Гробы кадил В которых лежат преподобные Зашел в одну Из таких келей Подземных Которая лежала Там Где-то там И сейчас они лежат Там Кукша Священномученик Ануфрий Митрополит Там несколько Там где-то Около пяти Наверное Преподобных Лежит И он туда Зашел тоже И говорит Отцы и братья Великий день Христос воскресе И эти усопшие Которые Живы во Христе Они ему так Хором Воистину воскресе И этот Он отслужил Пасхальную службу И стал последним Печерским затворником До девятнадцатого века Потом затворников не было Аж в девятнадцатом веке В Лавре Печерской Опять появились Люди Которые затворялись В пещерах Такой был Парфений Там и некоторые другие Вот такое значит То есть Вот они живые Они живые По-настоящему живые Только иной жизнью По-другому живут Как и мы например Называем живым ребенка Находящегося Во чреве матери Мы его не видим Но он живет И мы в этом не сомневаемся И даже китайцы Добавляют возраст человека К дню рождения Добавляют девять месяцев И считают Возраст человеческой жизни Начинает зачатие Мудрые люди Несомненно мудрые Потому что Это и есть жизнь Жизнь началась Сердечко забилось Все поехали Уже это значит Запустился этот механизм Новая душа Уже значит зажила Все уже Уже есть новый человек Его пока не видно Но он уже есть А этих уже не видно Но они есть Куда они делись Никуда они не делись Их больше чем живет Сейчас на земле Больше Вот И они не хуже нас Не хуже нас Многие из них Намного лучше нас Поэтому мы сегодня Вспоминаем их И таким образом Мы соединяем Прошлое с настоящим И тогда у нас Появляется надежда На будущее Когда за спиной твоей Стоит Как стена Могучее прошлое И ты понимаешь Его и чувствуешь Тогда у тебя Открывается перспектива В будущее Для того чтобы будущее Было Настоящему Нужно прошлое А прошлое Это знание истории Знание предания Священного И молитва За всех От века Почивших В вере Рабов Божиих Чем мы сегодня С вами и занимаемся Вместе со всей Святой Православной Церковью Да примет Господь Бог Пренебесный Свой жертвенник Все молитвы Всех людей Во всяком храме В сельском и городском В большом и маленьком В кафедральном соборе В приходском храме В монастыре На севере и на юге Всюду 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 Да примутся эти молитвы В небесное царство И да утешатся все Живущие за гробом Аминь Слава тебе Боже Слава тебе Боже Слава тебе Боже Ценуйте крест И с миром подомоги